Утро на телеканале Россия продолжает вести Чувашия. В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре среда 24 ноября. В Чувашии продолжают прививать жителей против ковид-19. По данным Минздрава, всего с начала прививочной кампании в республике прошли полный курс вакцинации более 422 тысяч человек. Прививку можно сделать не только в поликлиниках городов и районов республики. Например, сегодня в Чебоксарах передвижные кабинеты развернутся сразу по двум адресам. На территории центрального рынка и в ДК «Салют». Подробнее с графиком работы пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте регионального Минздрава. К другим темам. Каждый второй житель Чебоксар в возрасте от 14 до 22 лет пользуется Пушкинской картой. Это лучший показатель в республике. Напомню, Пушкинская карта – это виртуальная депозитная карта, которая позволит молодым людям посещать театры, музеи, концертные залы по всей России. В этом году на карту зачислено 3000 рублей, а уже 1 января 2022 лимит обновится и потяжелеет. На целый год на карте будут доступны 5000 рублей. Однако купить билет на концерт попсового исполнителя по Пушкинской карте не получится. Так же, как и расплатиться ею в продуктовом магазине. Оформить пластик очень просто. Необходимо зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить учетную запись. И все, можно получать карту. Если же у молодого человека нет смартфона и постоянного доступа в интернет, не беда. Пушкинскую карту можно заказать в отделение одного из банков. И школьники, и студенты Чувашской республики активно вовлечены в этот проект. Они посвящают как постановке русско-драматического театра, так и театру опера, балета. Посвящают национальный музей, иные учреждения культуры. И на сегодняшний момент вместе с Министерством культуры и Министерством образования реализуется очень интересный проект. Это театральная гостиная. Художник из Чувашии Евгений Емельянов стал победителем, народного голосования проекта Александр Невский, небесный покровитель Санкт-Петербурга. Его картина не в силе бога в правде набрала самое большое количество голосов. Напомню, автора, создавшего самый актуальный для современного Петербурга художественный образ князя Александра Невского, определяли с 10 по 15 ноября. Также отмечу, летом следующего года художник планирует представить свои картины жителям республики. В честь Дня матери Союз Женщин Чувашии запустил акцию «Оне с любовью». Принять участие может каждый. Для этого на своей странице в Инстаграм или ВКонтакте необходимо разместить видеообращение к маме. Поблагодарить ее за доброту, нежность, заботу. Сказать, как сильно вы ее любите. И, конечно же, поздравить с этим замечательным праздником. Также на видео можно спеть песню, прочитать стихотворение или исполнить самую заветную мечту мамы. Не забудьте поставить хэштег «Оне с любовью» и добавить геолокацию. Кстати, глава Чувашии Олег Николаев уже поддержал эту акцию. Хотя сегодня не имею возможности обнять, поцеловать и сказать лично своей маме слова благодарности Николаевой и Валентине Федоровне, тем не менее, я ей говорю огромное спасибо. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!